всем привет друзья сегодня 24 марта 2020 года вы на канале об инвестициях и не только о них если вам это интересно ставьте лайк подписывайтесь следите за моими приключениями на фондовом рынке так сегодня с утра появилась хорошая новость цена на нефть бренд выросла более чем на 3 процента стоимость фьючерса марки бренд с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов растет на 3,6 процента до 28 долларов за баррель по состоянию на 5 54 по москве об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже нефть марки wti торгуется на уровне 24 45 так давайте посмотрим как она торгуется в режиме реального времени так ну смотрите рост немножко замедлился плюс 2,37 процента и текущая цена двадцать семь и шестьдесят шесть сотых за баррель ну то есть нефть немножко отскакивает после вчерашнего падения вот такой вот сегодня дневной график ночной да даже я бы сказал но видно что в начале графика ситуация была чуть чуть получше вот сейчас нефть опять начинает потихоньку опадать ну давайте глянем как она ведет себя за последнюю неделю в принципе ведь все равно график минусовый и вот она пляшет в районе там 25 28 долларов но ощущение что никакого роста все равно не произойдет пока не появится информация о том что страны опек садятся за стол переговоров и пока я так думаю вот эти пляски вокруг этой стоимости нефти продолжится и никакой положительной динамики мы с вами не увидим но краткосрочно это на мой взгляд может сегодня сколыхнуть российские рынки я напомню что уже скоро буквально через три часа откроются торги на московской фондовой бирже ну и российские индексы я так думаю если положительная динамика нефти продолжится до момента открытия торгов то российские рынки от реагируют на это ростом так еще сегодня появилась новость мвф предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года в частности мировой ввп может снизиться в 2020 году даже сильнее чем 2009 во время глобального финансового кризиса предупредила глава мвф кристаллина георгия восстановление будет зависеть от сроков ликвидации коронавируса международный валютный фонд признал что 2020 году глобальная экономика претерпит рецессию про за рецессию процесс по росту мировой экономики на 2020 год отрицательная рецессия такая же как во время глобального финансового кризиса или еще хуже восстановление ожидается 2021 году причем чем скорее остановится вирус тем быстрее сильнее будет восстановление и вела на 2009 году во время последней общемировой рецессии глобального по сократился на 0,1 процента в реальном выражении это был сильнейший спад мировой экономики со времен великой депрессии сша 30-х годов учитывая что мвф общем случае определяет глобальную рецессию как замедление роста мировой экономики ниже двух с половиной процентов но есть ощущение что текущий кризис может переплюнуть кризис 2008 года к сожалению потому что ну совершенно непонятная ситуация непонятно как все это остановить и с каждым днем такое ощущение что все все только усугубляется но друзья мы как инвесторы должны учиться в такие периоды должны вырабатывать хладнокровие вырабатывать стрессоустойчивость я так думаю если мы планируем этим заниматься на долгосрочный на долгосрочный период длительное время то мы увидим еще не один подобный кризис за свою жизнь так что давайте наблюдать наблюдать с интересом вот как кто-то говорил не помню очень интересный фарим если ты плывешь на титанике то надо плыть в каюте первого класса так что закупаемся самыми лучшими билетами изменить мы глобально ничего не можем давайте делать лучше свой микрокосмос свой мир вокруг нас поэтому любом случае все происходящее не конец света все нормализуется все обустроится давайте надеяться на лучшее всем кому понравилось видео всем кто занимается инвестициями или вы планирует этим заниматься следите за моими приключениями следите за моим каналом я пытаюсь делиться своими мыслями делиться новостями ну и следите за тем как идут у меня дела идут они у меня пока не очень хорошо но я надеюсь что все нормализуется всем всего самого доброго хорошего вам дня берегите себя своих близких пока пока